Всем привет! Сегодня не будет привычного обзора на игровое устройство. Steam Deck уже давно на рынке и обзоров на сие чудо устройства в интернете не делал только ленивый. Я лишь хочу в своей привычной манере рассказать о своих личных ощущениях. Что ж, поехали! Я не самый большой фанат портативного гейминга. В свое время у меня была PS Vita и Nintendo Switch Lite. И так вышло, что оба они 90% времени просто пылились на полке и в итоге были проданы. У меня нет абсолютно точной причины такого отношения к подобному геймингу, но догадываюсь, что скорее всего лично мне просто не нравились тамошние игры. Ну, например, PS Vita у меня была во времена 4-й Соньки и запуская на Vita, скажем, Uncharted Golden Abyss, я думал про себя, зачем я в это сижу и играю, если могу поиграть в полноценную квадрологию на основной платформе. Когда у меня появился Switch Lite, обзор, кстати, есть на канале, а лично для меня эта консоль реально стала интересна только после появления на ней игры, которая нравилась лично мне. А ведь те же Зельды или Марио, это, мягко говоря, не мой контент. Речь идет о Ведьмак 3. И действительно, когда у меня появилась возможность запустить триплэй игру, от которой я с самого начала был в восторге, ну, я был просто поражен. Карманный Ведьмак. Что может быть круче? Но было одно но. Даже два. Во-первых, цены на игры. Ведьмак тогда стоил около 5000 рублей на Switch. Тогда как на Xbox, я помню, купил его за рублей 300. И второе, это качество этой игры. Все знают, что, мягко говоря, на Switch подобные игры идут буквально, но... Но спасибо, что идут, как говорится. Как итог, спустя время, Switch Lite у меня снова стал пылиться на полке. И вот Steam Deck. Очередное чудо портативного гейминга. Вообще он не мой, одолжил у друга. Признаться, честно, не в первый раз, но сделать мнение о нем получилось только со второй попытки. Но прикол в том, что мое мнение с первого ознакомления не особо поменялось. Итак, по порядку. Поехали. При первом знакомстве еще год назад, лично я для себя отметил удобство данного устройства. Steam Deck лежит в руках, как полноценный геймпад. И очень удобен в обращении. И хоть само оно довольно здоровое по размерам, вес у него приемлемый. И затекает руки от него не больше, чем от маленького Switch Lite. А положив руки на стол, так и вовсе можно играть в него до полной разрядки батареи. Огроменный плюс Steam Deck'а в том, что покупая его, имея библиотеку Steam, ты не сидишь с голой жопой, жадно листая страницы магазина. А сразу же загружаешь игру, которые у тебя уже давно куплены, и продолжаешь с того же момента, где остановился на стационарном ПК. Это есть величие. Это то, к чему надо стремиться в будущем. Мультиплатформенность и кроссплей. Но вот в чем именно магия портатива? Да, конечно, его можно взять с собой куда угодно. Elden Ring, Ведьмак 3, Киберпанк, да, все что хочешь. Когда угодно и где угодно. Главное, чтобы было куда подключить блок питания на случай разрядки. Но вот подумайте, оно вам реально надо? Расскажу лично свой пример. У меня дома есть полноценные игровые устройства, Xbox и ПК, иногда есть доступ к PlayStation 5. С игровой точки зрения я заряжен максимально, но я так считаю. Нужен ли мне портатив? Давайте подумаем. Использование портатива дома, я не понял, зачем? Вот стоит Xbox, вот стоит ПК. Зачем мне вот это дома использовать? Окей. Его можно использовать в поездках, согласен. Путешествовали в деревню к бабушке, но вот лично я в путешествии был весной этого года, а до этого был в 21 году. То есть, раз в 3 года я могу себе позволить поездку за границу. Окей, ладно, допустим. Но в поездку мы зачем ездим? Играть что ли? Нет. Купаться на море, гулять по низковым городам и паркам. Ладно, в самолете можно поиграть, пока долго летишь. Итак, покупаем устройство за дохренать денег, чтобы раз в 3 года играть на нем в самолете. Теперь поездки в деревню к бабушке. Лично я езжу на малую родину далеко не каждый выходный и даже не раз в месяц. Раз в несколько месяцев на выходные уделите старикам внимание, помочь им по хозяйству и прочее, но не играть. Вот и все. Метро у меня в городе нет. Дорога до работы и обратно занимает 15 минут. Какой итог? Как в случае с Витой и с Витчлайтом, стимдек лично у меня пылится. Ну вот, реально мне зачем он? Теперь сравним его с тем же компом или Xbox. Например, у вас такой же образ жизни, как и у меня. Прямо вот один в один, и вы почему-то стоите перед выборами стимдек или скажем PS5. Покупая деку, вы получаете портативность, но теряете львиную долю погружения. Невозможно на таком экранчике с таким посредственным звуком получать удовольствие от такой игры, как например Cyberpunk или God of War. Вы потеряете кучу эмоций и впечатлений. Приведу пример. Недавно я проходил Silent Hill 2 на PlayStation 5 и вышло так, что у меня не было наушников. Игру проходил с колонок телевизора. В течение прохождения рядом постоянно становали домашние, а ночью приходилось понижать звук, чтобы не мешать людям спать. И я понимал, что теряю просто колоссальную часть атмосферы игры. Тут то же самое. Не надо портить себе впечатление от игр, играя на них в стимдек. С низкими настройками графики и малым количеством фпс. Но я не хочу сказать, что на деке вовсе нельзя играть. Это не так. В том случае, когда ты уже, скажем, прошел игру, знаешь о ней все, что нужно знать, и ты прям балдеешь от его игрового процесса, то дек предстает с совершенно другой стороны. Внезапно дек становится тем, что я говорил в начале. Устройством, в котором Ведьмак сидит у тебя в кармане. Вот лично я балдею от игр From Software. Об этом есть также видео, прошу ознакомиться. Я прошел их все по несколько раз, и продолжать в них долбиться буквально везде, где я этого захочу, дорогого стоит. Тут стоит упомянуть еще один момент. Сугубо сюжетные игры на деке, как я уже сказал, играть вообще не стоит. В этом, ну, нет никакого смысла. Во-первых, если игра не имеет полной русской озвучки, то надо присматриваться к мелким субтитрам. Во-вторых, нафига слушать тонны диалогов в таком формате? Для этого придумали консоли и телевизоры, перед которыми ты волен развлечься, как тебе вздумается. И у тебя ничего не будет затекать. На деке офигенно получается играть в игры с бесконечным процессом, в которые не надо долго втягиваться, не надо смотреть долгие интро и катсцены, которые только и жрут зарядку стимдека. Здесь хороши игры, которые запустил, и вот оно, пошло-пошло-пошло, сразу геймплей. Ну вот конкретно у меня, я такие игры нашел, Doom Eternal, который офигенно оптимизирован для дека, Ori and the Blind Forest, и даже вторая часть Ори, Modrunner, Dark Souls и прочие. Игры, в которые ты просто погружаешься в процесс от начала и до конца. Но опять же с условием, что ты эти игры уже прошел на основном устройстве, потому что, ну, древо эрт, ну вы че, ребята, это надо лицезреть, это надо видеть в полной красе. Все уже сказанное, моя история. Я понимаю, что есть ума людей, у которых другой образ жизни, предпочтения, вкусы. Для вахтовиков стимдек отличная находка. Если вы путешествуете чаще, чем раз в 3 года, тоже, наверное, хорошо. Если вы живете в большом городе, и львиная часть дня проходит в том же метро, то отлично. Для таких пользователей стимдек может стать настоящей находкой. Это действительно качественное, дорогое, полноценное игровое устройство. Наверное, стимдек может быть интересен современному мобильному геймеру, а конкретно детям, которые предпочитают залипнуть в экран телефона, нежели монитора или телевизора. Я не знаю, почему они это делают и чем там их заманивают, но может быть стимдек и подобные вещи могли бы заменить им телефон, а там, глядишь, можно обратить внимание и на консоли Xbox и PlayStation. Вопрос лишь в цене. Сейчас много муссируется информация о том, что Xbox делает свою портативку. И я, с одной стороны, приветствую эту идею, но с другой стороны, вот лично для меня что изменится. В таком свете даже Nintendo Switch кажется более актуальным выбором благодаря эксклюзивам платформы. Если вы вдруг захотите погонять Зельду, то надо брать Switch. И Switch в таком плане даже может стать более полноценным игровым решением, чем что-либо другое, если вам нравятся только такие игры. Вывод. Steam Deck штука хорошая, но исключительно как дополнительное устройство даже не к консолям, а конкретно к ПК, в котором есть ваша Steam библиотека. Вы играете на ПК в свою любимую игру и продолжаете в нее же с того же места в любое время, где угодно на своем Steam Deck. И вот тут магия портативного гейминга раскрывается на полную. Надеюсь, грядущая портативка от Xbox будет с той же концепцией. На этом все. Это было мое мнение. Напишите в своем комментариях, есть ли у вас Steam Deck, как часто вы его используете и согласны ли вы с моими мыслями. Всем пока и удачи!